На нашем школьном празднике сегодня присутствует начальник отдела образования, заслуженный учитель России, Сухова Наталья Николаевна. Я с удовольствием предоставляю ей слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Замечательный день, 25 мая. Замечательный, потому что кто слушал радио и смотрел телевизионные передачи, то обратили уже, наверное, внимание, уже в воскресенье говорили о предстоящем моменте последнего звонка. Это как свидетельство того, что это действительно особый день. Он называется днем последнего звонка. Это звонок, который извещает вам, ребята, о том, что пришла минута расставания со школой. Но это и первый звонок одновременно, напоминающий вам о том, что впереди у вас большая взрослая жизнь. Что хочется вам пожелать? Быть готовым к тому, что жизнь не будет простой. Что путь ваш не будет усеян розами без щеков. Вы должны быть готовы достойно войти в эту жизнь, если встретятся трудности, преодолеть их и стать будущим хорошими специалистами, хорошими папами и мамами. А вашим родителям я хочу пожелать одного, чтобы как можно чаще дети нас радовали. Ну а если бы стучился беда в дверь, чтобы мы были с вами вместе с нашими детьми. А беда Бога, ну что ж, участь наша такая, расставаться и расставаться, и встречать новых. Вам пожелаю творческих успехов, тех учеников, которых мы любим, не зависимо от того, успешные люди или неуспешные. Мы любим их за то, что этот день, ради кого мы живем. С праздником вас всех, кто в этом зале, и кто из родителей не смогу прийти. С днем последнего премьерка. Дорогие ребята и горячки, мы учили вас быть птицами, смело и прямо всегда держать голову. Птицами с волшебными лицами, чистыми, высокими и гордыми. Птицами, летящими за море, чтобы обернуть и заново. В клювках созвездия с пицами. Помните, мы учили вас быть птицами? А еще вас учили жить с песнями, как вам не сиделось за партами. Вы спешили в свой рай, где под лестницей задыхалась гитара инфарктами. И мы знали, глядя в ваши наивные детские лица, что уже тогда вы были скрыты. А мы просто учили вас быть птицами. Дорогие ребята, наверное, только сейчас вы начнете совершать свой первый самостоятельный полет. Ярослав Сербин, выйдите, пожалуйста, и Катюк, мне приятно. Вы видите, это тоже большая неожиданность. Девять лет назад, не только они, но и другие, ребята, я говорю, что это просто жребень, писали своим мамам пожелания записки. Они, ну почему, Костя, видите, сразу сомутился. Они такие, но я сама не знаю, что там. Но я думаю, что действительно родители хотят слышать от детей большего. И сегодня, я думаю, что ничего страшного, но я прочитаю, что он боится читать. Но Ярослав, прочитай, нам вскроют, прочитай, пожалуйста. Ну, прочитай, Костя. Пожалуйста. Вот тут, открывай. У него запечатаны везде, вы видите? Его любовь к маме так и остается тайная, скрытая. Я помолвусь, ну ладно? Ярослав, ну давай, раз ты первый справился с этим заданием. Моя хорошая мама, моя милая, мама лучшая, самая. Мама, я тебя люблю. Поздравляю с этим мартом. Ты очень красивая и добрая, но иногда бываешь злой. Мама, я тебя люблю, ты самая любимая. Я хочу сказать, что для нее вообще. Дорогая мама, мне очень любит тебя путь. Спасибо, доброе, хорошее. А я хочу, чтобы, несмотря на то, что жизнь ваша становится взрослой, вы для многих еще бы оставались детьми, и чтобы вас так же опекали и любили, как прежде всего.